Добрый вечер! Меня зовут Александр Горбачев, я работаю редактором отдела специальных экспонентов Медузы, раньше работал в афише, писал про музыку, и вот с тех пор меня по-прежнему приглашают обсуждать музыку, хотя, в общем-то, я о ней пишу сейчас совсем редко, как и большинство здесь присутствующих. Можно я просто присоединись к твоему заявлению, за исключением того, что меня не зовут Александр Горбачев, но все остальное... А, я не работаю в Медузе, да-да-да, но все остальное абсолютно верно. Зовут меня Юрий Сапрыкин, здрасте. Да, ну, в общем, давайте я представлю всех присутствующих. Юрий Сапрыкин уже представился. Юрий Котовский, создатель сайта «Фурфур» и группировки «Русский аттракцион». Значит, Артем Макарский, независимый журналист, единственный здесь присутствующий, кажется, который, собственно, одной из основных и один из основных членов Пико-Пико, между прочим, что немаловажно. Вот, и, значит, мы собрались здесь, к сожалению, Максим Семеляк откололся от нашей флотирии по дороге, как-то, видимо, испугался анонса с именем певицы Лободы, или, может быть, по другим более объективным причинам. Значит, я сегодня буду выступать в какой-то странной роли для себя модератора. Тема нашей дискуссии заявлена, как кажется, куда движется русская популярная музыка. Это очень абстрактно, поэтому я наметил три каких-то, как бы, блока для высказываний, скажем так. Вот, и буду пытаться выступать в роли такого чужого слова, как бы сказал Михаил Бахтин. Значит, как-то иногда пытаться высказывать мнение, которое с Яем, может быть, не согласен, но которое, как мне кажется, важный предмет для обсуждения. Вот, и начнем мы вот с чего. Вот, значит, состояние популярной музыки довольно часто публицистически описывается в таких пессимистических тонах. Вот, мне кажется, там, например, Андрей Архангельский что-нибудь такое любит завернуть, и все потом это как-то шерят и лайкают в Фейсбуке, и вместе с ним охают. Нет, ну, условно, это сейчас образ, как бы, ну, что ты тут писал, неважно. Но, значит, и тезис заключается в том, вот этого условного Андрея Архангельского, да, условного, заметьте, что, ну, вот, как бы, в условно-путинскую эпоху, ну, или там вообще последние много лет, в российской музыке, значит, не появляется новых больших героев, да. Что вот были на излете, там, 90-х какие-то последние титаны мысли и музыки в лице преснопамятных, значит, Шнурова, Земфира, там, Укутенко и, наверное, все. И с тех пор, вот, каких-то общезначенных героев больше не появляется, да, и даже, как вот этим людям говоришь, что, вот, посмотрите на фип-хоп, они, значит, отвечают, что, ну, чего фип-хоп, вот песню ВВВ, значит, кто угодно напоет, спроси его хоть в темноте, а, там, ночью. Да, песню Медлячок, допустим, Басты, хоть он олимпийский собирает, наверное, тот же человек не обязательно узнает. В общем, я бы хотел начать вот с этого тезиса, да, как бы, из вашей на него реакции, что вы думаете о том, есть ли сейчас большие герои, нужны ли они, как бы, что вообще это такое, и давайте мы, Юрий, начнем с вас, как человек, который уже работал в журналистике в тот момент, когда еще тех героев, вроде, с эфира, еще не было даже. Когда еще люди слушали машину времени. Значит, с чего бы начать? Конечно, во многом большие герои той легендарной эпохи, там, 80-х, 90-х и ранее годов, они задавались телевидением. То есть было какое-то общее медийное поле, когда человек в него попадает, неважно абсолютно кто это, там, Пугачев, Цой или Евгений Кемеровский, он немедленно становится, ну, как минимум, известным всей стране. Вот, и во многом экономика по музыке с гастролями и корпоративами, она определялась присутствием на телеке, и доступ к этому присутствию был каким-то важным ресурсом, на котором сделали себе имя и, наверное, отчасти, и, так сказать, состояние, люди типа, там, Игоря Крутого и так далее, и так далее. А вообще такого ресурса нет. То есть он есть, да, но это одна из очень больших, но все-таки ниш или платформ, если хотите, которая обслуживает какую-то часть людей. Ну, то есть, да, есть люди, которые живут в мире телевизора, и в этом мире, действительно, не происходит ничего нового, там царят басков, ну, в общем, понятно, да? Кстати, я сейчас поймал себя на мысли, что вот, если вдруг окажется, что там уже царит не басков, а, скажем, рэпер-фараон, то никто из нас этого просто не имеет шансов заметить. Можно действительно уже там вместо баскова в прайм-тайм-эм эфире выходных уже показывать, что-то знает что. Мы просто об этом лишены шанса узнать. Ну, какая-то есть по праздникам, там, Голубой огонек, как это называется, Новогодняя ночь, песня, а, песня года. Что-то там все-таки есть. Но, да, кстати, даже та музыка, которая там есть, самые популярные вещи, они связаны с, собственно, хитами или новыми песнями, скажем, там, шоу «Волос» и все прочие программы, дико популярные подобного рода. Это же не про то, что вот, там, сейчас вот выйдет старый артист и споет давно полюбившуюся вам песню, а потом выйдет новый и чем-нибудь вас удивит. Ну, это все как встроено по другому принципу. Вот. А есть еще другие разные платформы. Есть iTunes и Apple Music, в котором там какая-то своя жизнь довольно увлекательная. И если посмотреть на тамошние чаты и облиться популярности, то они окажутся вообще не совпадающими с тем, что показывают по телевизору. Есть ВКонтакте, где каждый собирает себе какое-то свое меню. Вот. Есть огромная хип-хоп-комьюнити, которая, ну, там, в диапазоне вот Баста, собирающего по нескольку олимпийских за год до чуть более мелких имен, все равно, ну, как-то состоит из людей, которые слушают более-менее одно и то же. Вот. И поверьте, эти люди... Вот. Вот. Вы сейчас говорили перед... Ну, если ты приезжаешь в любой райцентр, самый депрессивный, маленький, убитый Богом, забытый Богом город России, та музыка, которую ты слышишь на улице сейчас, это хип-хоп. Вот. Это не шансон, который звучит из тачек, это хип-хоп, который звучит из мобильных телефонов, таким довольно мрачным видом молодых людей, или из колоночек, которые мимо тебя идут по улице, явно раздумывая о том, не дать ли тебе класс. Вот. Это все абсолютно народная музыка, которая существует вне традиционных медиа. Какая, может быть, тут объединяющая платформа, по которой о чем-то можно следить? Наверное, это отчасти YouTube. Ну, там, понятно, что 100 миллионов просмотров – это ты абсолютный народный герой. Да, вопрос о том, что нет абсолютных героев, конечно, они есть, вернее, он есть. Это Шмуров и группа Ленинград. Это то, что так или иначе знают и слушают. Он им не был 10 лет назад, он им стал, как раз после наступления эпохи вот этих клипов, клипов-фильмов, часто с женскими голосами. Во многом это, как ни странно, радио, казалось бы, такое совсем отмирающее видео, но так или иначе, ты оказываешься в такси, ты оказываешься где-нибудь, там, в магазине или в кафе, или на рынке, ты все равно слышишь то, что люди слушают по радио, даже если ты специально его не включаешь. Вот, наверное, эти две вещи как-то создают еще единое поле. Вот, а в целом, мне кажется, что внутри каждого поля, конечно, существуют какие-то свои новые герои, рассказы про то, что ничего нового не происходит. Это все немножко лукавство. Более того, вот это единое, не такое массовое, но все-таки единое поле, заметьте, что оно по-прежнему включает в себя и Россию, и Украину, и частично Казахстан, и что угодно. То есть, вот, есть какой-то большой поп-мир, в котором никакой войны нет, и никакого распада союза не произошло. И это удивительно, потому что огромное количество дико качественной поп-музыки, которая существует на российском рынке, она делается не в России. Давайте я заткнусь, да? Адем. Я хотел сказать, что достаточно интересно, что именно песня ВВВ участвует в этой дискуссии, потому что эта песня как раз про интернет, про какой-то слом, который произошел за последние 10 с небольшим лет. Что сейчас, допустим, нашего поколения, мне 25, и нам телевизор мало интересен, и радио, собственно, мы тоже слушаем в такси, все происходит в интернете. И как раз человек на улице, он вряд ли напоет условного баста, потому что эта песня, может быть, проходит мимо него. Но человек, который на самом деле постоянно смотрит канал Муз-ТВ, я могу сказать, что песня ВВЛИЧОК там огромная ротация. Ну вот, а мне конкретно телевизор все очень интересен. Но музыкальные каналы, они сейчас все кабельные, поэтому подъявляющие большинство, я не знаю, мне кажется, новую музыку она может узнать из вечерней лурганта и чего-то такого, куда приходят все еще скриптонит, допустим, Ван Дорн и другие люди. Мне кажется, что во всей этой схеме немного отсутствует тот момент, что очень многие люди с улицы могут напеть вам песню, хотя бы припев песню Лада Сидан. То есть Тимоти остается поп-звездой, которая всем заметна, всем видна. А ведь Лада Сидан исходно был каким-то мемом, и потом вы Тимоти обработали. Сначала это была чужая песня, а Тимоти ее забрал в себе и использовал, соответственно. Ну то есть что он умело делает, уже подавляющих большинство лет своей карьеры? Он умело использует какие-то вещи, которые он или его команда находит. И мне кажется, что время больших людей оно еще не прошло. То есть только 10 лет назад были мысли о том, что исчезают большие вещи, сейчас будет очень нагрузка направленных вещей, теория длинного хвоста, такие штуки. А сейчас Бастер, Северон собирают импийские, но дело как раз не в людях с улицы, а в том, что они просто этот импийский могут себе позволить собрать. То есть мне кажется, что какое-то огромное количество людей их слушают, и с этим количеством нужно считаться. Несмотря на то, что люди, которые смотрят в основном телевизор, они как-то пропускают все это мимо ушей. Юра, давайте. Да. Ну, я хотел бы добавить, что... В общем, как мне кажется, на самом деле время больших героев скорее еще не наступило. И хотел бы объяснить, в течение последних 10-15 лет, на мой взгляд, общество стало само по себе более разобщенным. И то, что есть единственный большой такой кумир, который действительно, которого можно сравнить, на мой взгляд, зимфируясь с мобитролем, это Ленинград и Шнур, то, о чем он поет, это показывает ту концепцию, ту идею, которая объединяет на самом деле наше очень разное государство само по себе. И если подумать, в 90-х, к примеру, появилась какая-то идея свободы, творчества. И сразу вслед за этим появились музыканты, появились новые кумиры, появились большие звезды. Так и мне кажется, что вскоре все изменится, вскоре появится какая-то идея, которая объединит, во-первых, людей, а во-вторых, даст возможность музыкантам высказываться и делать что-то новое, чего еще не было. Так откуда же она появится, в смысле, когда Путин играет, грубо говоря? Ну, грубо говоря, когда общество сделает скачок, за ним музыка сделает скачок. На мой взгляд, мне кажется, что тут музыка следует исключительно за обществом, и так-то и происходит. Вот можно взять пример с Украины, где вслед за событиями появляется группа Грибы, которая вдруг завоевывает не только Украину, она завоевает сразу Россию, и теперь у нас есть вот два примера, Шнур и Грибы. Абсолютно. Я как раз хочу сказать, что я бескуражен абсолютно, потому что я был уверен, что группа Грибы всплывет как бы незамедлительно, как контраргумент на то, что нет общих героев, а она как-то в каком-то постскриптуре сейчас с куланом, мне кажется, отвечая, возражается обо себе и вот этому словно публицисту, что, конечно, пример группы Грибы показывает, что, ну, в общем, как бы абсолютно все возможно, да, и уж мне кажется, что как раз вот песня «Тает лед» по непонятному, ну, то есть, которая, наверное, заслуживает отдельного культурологического разбора причины ее успеха, да, потому что, как бы она один в один на самом деле повторяет там, типа, песни «Любовь» с альбома, но при этом не пример, просто более популярный, как бы кажется знакомым абсолютно всем, вот, наверное, если к нам придут люди, которые празднуют день ВДВ, мы смотрим, да, мы с Ильей в этом ждем, кстати, я как-то забыл бы этот прекрасный рейк, этот смысл сказать, но я думаю, что вот мы вместе с ним сможем, безусловно, спеть песню «Тает лед», вот, и... — Не факт, что они захотят. — Да, это, ну, и важно, это уже гипотетический сценарий, но, короче говоря, это вот очень интересный, мне кажется, пример группы, которая смогла выстрелить, в общем-то, на очень каких-то простых вещах, вот, я вот шел сюда и думал, что мне кажется, что группу «Грибы» что-то роднее, на самом деле, со Шнуровым, а именно то, что они, как бы, сознательно идут на некоторое упрощение, ну, то есть, вот, там, я слушаю группу «Грибы», там, знаю бэкграунд этих продюсера, автора, такого-то участника, Юрия Проташа, и понимаю, что он, в общем, как бы умеет делать гораздо более тонкие, сложные, условно говоря, постмодернистские вещи, но как бы он сознательно выбирает, значит, некоторые путь, с помощью которого он пытается сейчас это всех сразу, так? Как мне представляете, Шнуров, да, ну, наверное, группа «Грибы» это самая изменчивая группа в истории русского рока, я вот не помню, чтобы люди, как бы, настолько меняли, там, Стива за 15 лет, не думаю, что если человек ни разу не сожгу про него поставить ему альбом «Пуля», а потом поставить песню, там, экспонат, он, как бы, угадает, что это одна и та же группа. Я просто не знаю, мне кажется, что несколько стран так сразу отрицать, что песня «Тай от лёд» может быть какой-то постмодернисткой все-таки, этого мы не узнаем, если мы не спросим у Иры Барташа в каком-нибудь разговаривании, да, он просто не говорит об этом. Мы вольны думать об этом все, что думаете. Я хотел ответить на твой вопрос, на связи на того, откуда они возьмутся, герои, но вот откуда взялся Хаски, например, вот мне кажется, что как раз Хаски такие люди уже есть, такие музыканты уже есть, просто они найдут себя, они займут эту нишу свободную в данный момент. Я... Подождите, стоп. Поднимите руки, кто знает, кто такой Хаски. А, ну нормально. Ну хорошо. А грибы? Есть кто не я? Поднимите руки, кто не я знает, кто такие грибы. Такие тоже есть, это довольно-таки. Хорошо, а кто не знает, какой шнурок-то хоть все знают, да, дадите? Ну ладно. Это всегда показатели, все-таки. Просто мне кажется, что... Да, ну да. Я хотел сказать про грибы, что... Мне кажется, очень интересно, что у нас дискуссия должна быть про российскую поп-музыку, но мы не можем просто никак избежать того, что вся практическая поп-музыка, которую мы слушаем по радио, слушаем в принципе, она на самом деле из Украины. И это сложно отрицать. Да, но интересно, что она на самом деле почти всегда такая была. То есть как бы всякие конструкции типа того, что вот значит, граждане Украины вышли на Майдан, освободились от Аков Януковича и тут же значит, принесли там новую прекрасную поп-музку, она не очень работает, например, потому что там, не знаю, Дорн был до того, да, группа Виага это тоже как бы Украина, я помню, что... И там и Ладзе, и главное, что я помню, что когда мы делали там очень много уже лет назад номер афиши про, значит, как бы 99 самых запоминающихся хитов в истории российской поп-музыки, и я писал... На Божке Вовсток, кстати. А? На Божке Вовсток. Да, да. Нет, 99, неправда. 99, хорошо. Поклёв. Значит, я писал подводки ко всем этим вещам, и как бы, ну и там, и в общем, постоянно вот как бы я внезапно обнаружил, что и тот человек на самом деле из Украины, и этот, и третий, и это довольно любопытно, и пока, кстати, никто мне не так мне и не объяснил, как так вышло. Может быть, у кого-то здесь присутствующих есть идей? Юль, может быть, и вас? Нет, у меня решительно нет никаких идей, почему так произошло. Может быть, потому что в, ну не знаю, в 90-е годы там было чуть меньше денег в 2000-е, поэтому приходилось проявлять чуть больше фантазии. и если говорить вот именно о мире поп-музыки, как мне кажется, ну как бы, чуть больше свободы, там не было все поделено сразу между этими такими мощными медийными кланами. Я про что хотел сказать, потому что эта идея, на самом деле, давайте чуть-чуть как бы расширим фокус, давайте посмотрим на то, что в мире происходит. действительно теория длинного хвоста полностью развалилась, потому что не было еще такой эпохи, ну на нашей памяти уж точно, эпохи насколько больших поп-звезд, когда вся поп-музыка в мировом масштабе это, ну там, Рианна, Лэзи Гага, Бейонси, кто там что бывает? Адель, Тейлор Свифт, Тимбер Лейк, и разного рода коллаборации между ними. Кендрик Ламар, Канни Уэст, короче, есть порядка 15 артистов примерно одного огромного на самом деле масштаба по статистическим чисто показателям, которые вот плотно заняли эту поляну. Самое главное, что нет ощущения, что они как Пугачева и Кобзон, с нее не слезут. 50 лет, не-не-не, вполне все может измениться, потому что это, ну вот как у Сиболков книжки про машину хитов описано, ну как бы действительно целый такой конвейер, который работает на то, чтобы такого рода артисты, такого масштаба артисты появлялись. Абсолютно сирия, господи, не, как бы, дикое количество. Какая за ними, какая за ними стоит идея? Ну, за ними стоят какие-то идеи, там, за Бейонсе или Канни Уэстом, в общем, они периодически как-то вырастают, они сами их как-то пытаются на свою музыку спровоцировать. Но, в общем, за этим стоит неприятная, довольно, ну, идея о том, что бабло побеждает все. не в смысле, что они, как бы, было принято в 90-е годы, пошли и купили себе эфиры. Нет, просто, как бы, в этой индустрии оказалось столько денег, что ее качество, подстраиваемость под интересы людей, умение попасть вот в какие-то нервные центры, центры удовольствия, которые отвечают за твое, за то, что песня не вылетает из головы, а от нее тебе хорошо. Что это все просто выросло на порядок, вышло на какой-то совершенно другой уровень. Мне кажется, что и здесь вполне тоже может произойти такой процесс, что может быть, дело не в изменении ситуации политической, а в том, что просто постепенно качество всего этого будет расти, в какой-то момент совершится такой квантовый скачок. Ну, то есть, не знаю, певица-лопада, раз уж ты ее упомяну в самом начале, вот какая за ней, что за ней стоит. Ну, ничего, она вот какой-то конструкт, на самом деле. Она некоторое искусственное произведение. Тем не менее, опять же, вот эти 20-30 миллионов просмотров на Ютьюбе, Артем должен признаться, что я тоже иногда включаю канал Мус-ТВ, я видел поступление Лободы на премию Мус-ТВ. Это, говорит, такая штука, как фильм «Трансформер». Премия Мус-ТВ это вообще отдельная что ты не можешь сопротивляться. Это абсолютно как танк по тебе стреляет. Такой очень мощный, с яркими лампочками, с диким каким-то видеопродакшеном, симпатичный танк. показатель того, что люди вложили в это чуть больше денег, чуть больше таланта, чуть больше за время своей карьеры научились, получили какое-то новое качество. Им даже не качество, а какое-то мнение нравится я на самом деле просто по-быстрому хочу сказать, что как свидетель концерта группы Бьонсе, как группу концерта Бьонсе, извините, я могу сказать, что в принципе Бьонсе это тоже танк. Очень красивый, яркий и привлекательный. То есть в этом плане Бьонсе отличается уровнем продакшена, уровнем сил. Да, но то есть это огромный танк. То есть это не шестиметровый трансформер, а двенадцатиметровый трансформер. Мне кажется, к Лободе мы еще вернемся к условной Лободе и конкретной. Не только к условной. Но на самом деле я бы вот что хотел обратить внимание, что в перечне тех имен, которые назвал Юра, и даже перечне тех имен, которые мы называли в России кроме Шнурова нет ни одного человека с гитарой, ни одного человека или группы, которая описывалась бы там, не знаю, словом рок. Я и говорю, кроме Шнурова. Ну и то, который, заметим, все-таки последние много лет как бы вот видите мнение. Давайте сначала поговорим, потом ладно. Спасибо за ваше мнение. Я как раз сказать, последнее там много, не много, а несколько лет, мне кажется, Шнуров на поле Аллы Пухачёвой выступает, в общем-то, довольно успешно. Ну так вот, давайте, как бы, вот Юра, как человек, который даже, можно сказать, играл рок группы Екатерины. Как вы думаете? Насчет сочек из гитары, простил он не был упомянут, но я его зовут Эд Ширен. Эд Ширен? Да. Ну он с гитарой, а где гитара-то не слышно? Ну он уже ушел, в этот пункт. Ну он на электропоп ушел, там на предыдущем было очень много гитары, акустический поп. Давай, вот сейхл, аргумент, мы скажем, что рок-кубер, используем. Эд Ширен. Да, вот делся. даже меньше рок-кубер. Ну все-таки, там еще не дали быть, идет рок-кубер, там, не знаю, Radiohead, Французский, не знаю, допустим, да, Buse, как бы, да, это были какие-то... Очень короткую реману? Нет, нет. Очень короткую. Давайте, пожалуйста, не забудем про фестиваль наших. Вот когда мы говорим, что там рок-кумер и все вообще забыли, да, давайте не забудем про количество людей, которые ежегодно в самых нечеловеческих условиях едут на фестиваль нашествия. Я думаю, что... Конечно, мы не забудем, но просто важно, что как бы на фестиваль нашествия, как и, собственно, на нашем радио, как бы нет людей, ну почти нет, песен, которые появились там последние, не знаю, 10 лет. И вот где же они? Вот как вы думаете? Я просто хочу сказать про нашествия, что, мне кажется, там очень сильно ностальгически идет флёр, и благодаря этому же, собственно, в недавнем списке Forbes B2 были выше, чем шнур по заработку. То есть это все вещи одного прятка. B2 были выше, чем шнур. Они на 11-м, шнур на 12-м. Ну, мне... Я играл в группе, действительно, точнее, пел. Мои друзья играли на гитарах. Ну, мне от этого не сильно проще ответить. На вопрос, куда делись рокеры, вообще, что с ними произошло. Видимо, не сложилась традиция, не выжила, какого-то этого... каких-то перемен, которые в нулевые случились. Ну, то есть, рок, он же всегда был таким идейным. А какие-то новые ценности, они не легли, видимо, на гитару. Почему баллады не выросли под гитару? Вот сложно сказать. Может, кейс-поечники какие-нибудь могли бы и вырасти на наших-то советских... У меня нет души, это правда. Здравствуйте, я представляю движение поэтического рока. Знаю замечательно много команд, которые живут, просто не живут в параллельном мире, которые не соприкасаются с нашим радио и прочим. Да, поздравляю вас. И решите на место, пожалуйста. посвященное тому, что все разделилось на много параллельных миров, которые не знают о существовании друг друга. Это действительно так. Это проблема нас всех, это проблема общества, которое вот так вот устроилось. Да, у нас просто дискуссия присвящена популярной музыке, а, так сказать, поэтому... Ну, как-то... Ладно, давайте мы потом вернемся к вопросу, если хотите, задать вопрос. Это неправда. Это вам ауч. Да, но, в общем, давайте вернемся к вопросу потом, будем уважиться относиться к другим людям, которые тоже имеют свои мысли и тем не менее как бы придерживаться той иерархии, которая здесь, к сожалению, задана. Ну, так вот, так, вернемся к теме, куда же делись люди с гитарами. Вот, может быть, еще есть? Ну, они все на фестивале 4-бук. Просто не на стадионах. На фестивале бой. На фестивале бой. А я же хорошо, но почему как бы, почему там есть, ну, как бы, почему есть отель, но нет там новой группы YouTube? Мне кажется, просто спрос недостаточно. То есть, рок ушел в гетто, но это не значит, что гетто это какие-то 300 человек в клубах, это, может быть, ну, там, 10 тысяч человек на стадионе. Просто раньше это было гораздо больше людей. Нет спроса, мне кажется, поп-музыка удовлетворяет каким-то требованиям большинства людей, как и хип-хоп, соответственно. Вот удивительно, что во всем мире действительно есть, ну, ладно, не во всем мире, но в западном мире мы можем сказать о каких-то больших именах, которые с гитарами исполняют. У нас действительно это как-то не сложилось. Но с другой стороны, у нас и вот в электронном жанре не так много суперзвезд, но у нас есть, мне кажется, что, возможно, у нас именно под жанры хип-хопа и шансона они как бы поднялись, сплелись и развились, а все остальное как-то так вот в отсутствие инфраструктуры все остальное так вот и немножко схлопнулось до фестиваля Борь, который, по сути, фестиваль Борь и гитарная группа на фестивале Борь это уже попытка перезапустить, можно сказать, гитарную музыку и сделать какой-то рок-3-0, я не знаю, рок-4-0 какое-то поколение там группа Пассош это, ну, это начнем все сначала, на самом деле. Пассаж! Пассаж! Я очень надеялся сегодня узнать ответ на вопрос, где ставится удаление. Это пассаж! Спасибо! Пассаж! Вы обсуждали два дня назад поэтому так, хорошо, давайте вернемся на самом деле все-таки к популярной музыке на русском языке да, и как бы вот у меня есть ощущение, что в последние годы вот я хотел бы вот Артем вам в этом смысле вопрос задать, как мне кажется, человек, который не в последнюю очередь как бы продвигал своими действиями там, допустим, по организации вечеринки Пикапика, где люди там танцуют насколько я представляю себе сначала под какую-нибудь там певицу Граймса, потом с таким же успехом под... ну, не группу не саповал, да, но там под группе и лобода, да? Ремикс на бутырку наставили. Да, ремикс на бутырку. То есть, как бы, и как мне представляется, вот это там, существовавшая в моем детстве юность, наверное, как бы и идея такого разграничения там, качественной музыки, да, и того, что называлось словом Папса, против чего пел Юрий Шевчук и так далее, значит, и вот эта некая татуированность того, что вот то, что вот на телевизоре мы там не касаемся этого никогда, мы не хотим с этим иметь ничего общего, она последние годы совершенно, ну, по моему мнению, во многом не стерлась, да, то есть там совершенно не там в ассортимент, не знаю, модных медиа, как бы, с каким же успехом входят там и Иван Дорн, и Ема Польна, да, и та же певица Лобода в полной себе, как туда входит там label PC Music или Husky или кто угодно. Вот как вы думаете, с чего это произошло? Есть ощущение, что это в какой-то момент вот был такой перелом, условно? Ну, я не знаю, какой именно момент перелома. Мне кажется, что как-то постепенно мы стали понимать, что та пуп-музыка, которая была в 90-х и в начале нулевых, что она не настолько стыдная, как нам казалось, и это все произошло. То есть в какой-то момент разделение на высокое и низкое и сейчас, сейчас мы как бы живем в ноу-броу, то есть второй раз уже за вечер мы цитируем Джона Сибруха, но ладно. И мне кажется, это все постепенно происходило. То есть как Ивана Дорна все постепенно полюбили, как все постепенно поняли, что гости из будущего это отличная группа и вот она уже издается на виниле. И все это собственно мелкими шажками мы пришли к тому миру, в котором мы находимся прямо сейчас. У меня есть ответ. Вот мы с Юрой как раз говорили перед началом дискуссии о том, что очень много в нашем музыкальном мире как бы нравится извините за выражение ностальгии. И вот это размывание границ связано просто с тем, что подросло поколение, для которое группа лесоповал, это не какое-то зло, с которым надо бороться, а это такое приятное воспоминание из детства, немного ироническое. И гости из будущего это не просто какие-то какая-то смешная тезька и нелепый дядька, которые поют под скочечные биты, а это тоже какая-то нежность детства, воспоминания о родительском доме, вот что-то такое. вот на этом как раз граница стала размываться. Ты про группу споминаешь так же, как про гостей из будущего. Что касается Дорга и всех остальных, это, по-моему, уже какой-то совсем другой процесс, но просто появились люди, которые начали делать такую музыку, у которого какой-то молодой человек, ищущий новых впечатлений от жизни, легко может влюбиться. Она не похожа на весь этот набор из Баскова и прочих телевизионных ребят. Она какая-то господи, прости, футуристическая, вот, и странная, и цепляющая, основанная на каких-то черных ритмах несвойственных русскоязычной поп-музыке отчасти, вот, вот, что-то такое новое. Знаешь, я знаю, что такая есть. Я не слышал ни разу. Я знаю, что такая есть. Я вот захожу в YouTube, и постоянно суют Юлиану Караулу еще какая-то появилась паршюта. Вот, Юлия паршюта, как все в паршюте, все не знают. Она какое-то время назад уже была на телевидении, Вот, вот, да. Все идет с фабрикой звезд. Да. А, да, еще, конечно, да, вот важная история, что телевизор в какой-то момент сам сломал вот эту парадигму, вот это самовоспроизводство Кобзона и Пугачевой, просто запустив огромное количество каких-то новых, во многом несостоятельных, во многом неудавшихся, но все-таки новых поп-исполнителей, просто пустил свежую кровь. Вот, и оттуда, оттуда же много чего вышло. Тимоти же оттуда выше в конце концов и так далее. это был такой процесс самообновления, который телеком, который тогда еще был более-менее общесмотрибельным и был запущен. Я хочу сказать, что мне кажется, дело даже не в каких-то ностальгических вещах из детства, просто к концу нулевых пуп-музыка в России настолько в стагнации какой-то оказалась, что просто стало интереснее вздохнуть и спросить себя, что было до этого. И выяснилось, что до этого вещи были гораздо интереснее, чем те, что находятся вокруг тебя в условном 2009 году. И что... А, ну, все-таки, мне кажется, это даже не то, что ностальгия, а когда ты находишь вещи, которые ты до этого не слышал и с временем где жил? А на фестивале нашествия они тоже... Люди, которые едут на фестивале нашествия, они тоже внезапно обнаруживают, что мечту из происходящего вокруг в подметке не годится ДТТ с пленой на Утилусу и всем остальным. На самом деле, я хотел возразить немножечко, потому что как раз я вот недавно, буквально несколько дней назад что-то переслушал, даже не помню, что это было, но вот тоже с сеттимента там нашему радио, то ли группы та же сплин, то ли там еще что-то было как бы менее достойное. И как бы и у меня был такой брустовский опыт, потому что я понял, что как бы у меня тут же в носу возникает какой-то значит запах растворимого кофе за общаги на улице Академики Янгеля, где я жил, значит, тут же какой-то пейзаж там, все эти ощущения и... Ну, это не важно, хорошим мне остаться с ними или нет, скорее нет, но я подумал, что люди, которые слушают эту музыку сейчас, да, условно, аудитория там, допустим, группу «Пошлые молли» или кого-то, допустим, там уже Хаске, как бы его там ровесники, да, у них совершенно этих коннотаций совершенно, разумеется, нет, но там есть человек у 22 года, какие у него будут быть ностальгические переживания по поводу «Подожди, ну подожди ты!» По поводу, по поводу там девятого... Вот, и это мне кажется, что литолог Шульман, мой кумир, у них отключены советские центры в Москве. И это, мне кажется, когда-то очень интересно, да, то есть, как человек воспринимает гостей из будущего без, там, контекста, я не знаю, передачи клипса, как бы школы и, значит, Югельцина, там, и... Чего там еще, что-то еще было имя? Ну, не важно, да? Ну, смотря какие-то, если ранее, то он воспринимает это как какую-нибудь джанру, что-то старое электроник. Да, и поэтому у меня тут разнесется концепция, что в этом смысле, как бы, поскольку это, вот, это такая, ну, ностальгия, которая не включает в себя вот этот контекст, можно его назвать советским, кем угодно, да, именно за счет этого и получается, как бы, какой-то общий культурный процесс, потому что условные люди в условном, там, Лондоне, они, как бы, питаются теми же источниками, что, ну, не костями из будущего, но их, там, аналогами или, там, прототипами в Англии. И в этом смысле условная, там, та же, там, лопота Юлиана Карауловой, там, условный Эмикулдинг, но они, в принципе, не сильно отличаются друг от друга, в смысле, в точке зрения того, какая там мысль или, там, механика производства за этим стоит. Так, Юра, скажи, что-нибудь. Я бы хотел такой пример добавить, вот, кроме того, что вы уже назвали, есть такая серия вечеринок в Москве «Бухай, танцуй», о которой, наверное, никто не знает. Из-за которой, между прочим, не смог выступить, даже, золотик на фестивале «Вольт», потому что... Да, потому что после фестиваля «Вольт» в том же клубе должна была начаться вечеринка была, поэтому всех разогнали. Вечеринка «Бухай, танцуй» Так вот, вечеринка «Бухай, танцуй» это мероприятие, насколько я там не был, но, насколько я сужу по видео и по рассказам, это какой-то огромный рейв, куда стекаются, типа, там, 18-летние ребята, которые слушают дискотер-клавари. То есть, они собираются там и они слушают музыку, которую они, в принципе, ну, не могли там в детстве слышать, ну, там, может, два годика было, они там, вряд ли это зафиксировали. И у них вот целая ночь, это очень популярная вечеринка в Москве, и они всю ночь там проводят под эту музыку. И мне кажется, то, что у них остается, то есть, вот, ты говоришь про спринт, мне кажется, то, что у них остается, это вот эти вот их нынешнее время, их нынешние года, которые они проводят под гости из будущего под дискотер-клаварию. То есть, это какой-то такой странный процесс ностальгию по тем временам, в которых нас не было. Это, мне кажется, это не действие, сколько понимают, такого же, вот, пример, ученики в этом клубе OnTitle, да, производят? Да, конечно. Ну, расскажите про это, потому что я так тоже не был. OnTitle, они просто про пуп-музыку в целом, то есть, еще американскую, британскую, все прочее. Но там тоже все по условно 18 лет, ну, нет, нет, ну, далеко не, мне кажется, что и по 25 примерно, и больше. Я хотел поспорить насчет Юрина Караула, и Эли Грудин. То есть, извините, тоже, наверное, какой-то важный культурологический процесс, кажется, культуролог Гройс называл это валоризацией, когда, ну, как бы, обычный репертуар школьной дискотеки каким-то образом выходит в другой контекст и превращается в нечто дикоактуальное в клубе OnTitle. Такое просто... Ну, все-таки школьные дискотеки мне 17-го года. Ну, школьные дискотеки хорошо. То есть, по-моему, это школьные дискотеки в 17-м году, по-моему, два или год назад был у Вилджа репортаж, что играют на школьных дискотеках, и там очень много... именно из-за того, что в начале десятых произошла худшая вещь, которая случилась русской поп-музыки, как мне кажется, это влияние румынских продюсеров на нее. Это певица Инна, песня Мистер Саксабит, и все такие вещи, которые звучали на каждом углу. Отвратительнейшая, абсолютно. И вот это влияние румынской поп-музыки, оно все еще идет. Сейчас его выбивают в хаос немного, к счастью. И Елена Караула, она все-таки застряла между этими... Она в таком переходном периоде находится, поэтому все-таки не гудинг, а что-то в сторону будет видеть. Я, может, более широкий баскетберу, простите, как вы, к сожалению, уже недостаточно квалифицировал, чтобы поддержать эту беседу. Но очень хорошо, что мы сейчас как раз перешли к тому, что на школьных дискотек крутят пику, значит, Макса Коржа, Каспийский груз и Егор говорит, наверное, тоже, и, наверное, и Грибы те же самые, потому что понятно, что значительный сегмент, собственно, российско-попульский сейчас представляет собой как бы хип-хоп. И вот мне интересно было бы узнать вашу мысль о тем, что уже много лет, не знаю, лет 10, все время мы говорим о том, что вот хип-хоп все растет и растет, и вот как бы и вот все важнее и важнее и важнее для вообще русской музыки все больше и больше места себя отхватывает. С приходом Грибов окончательно кажется, это все поднял под собой поп-музыку тоже. Да, я, кстати, помню, был прекрасный, когда мы записывали, простите, передачу 12-лодных зрителей значит, на кабельном TV вместе с Валерием с Валерием Пригожиным, певицей, то есть не Осипа Пригожиная, певицей, с Валерием. Валерия тоже Пригожина технически. Слава Богу, что не из Евгения Пригожина, я скажу так. И другие достоинства TV, они тоже обсуждали исключительно кроме Ивана Торна, собственно, группу Грибы, и это действительно вещь, которая абсолютно невиненциальная. В общем, интересно понять, как бы, есть ли этому предел, некий, да? Пики-пики. Или ему есть куда развиваться, да? Как бы, и как мы думаем про будущее российского хирпома, чего ему условно еще не завоевал? Мне кажется, что ему очень не хватает поп-лойблов, каким является блокстарр, и тот лойбл, который сейчас надеет, пытается сделать Red Sun, он там все очень плохо, поэтому даже не стоит наверно о нем говорит, но мне кажется, что хип-хоп не хватает какого-то большего рывка в поп-музыку, потому что сейчас это все более точечные какие-то вещи, как мне кажется. То есть грибы они же, по-моему, метили изначально не в поп-музыку, то есть их первый клип про то, что это люди с улицы и все прочее, он метил именно в аудитории хип-хопа. И выяснилось, что это поп-музыка и сейчас они поп-музыкой занимаются. На вопрос, куда хип-хопу еще можно стремиться. У нас в России, в Москве нет ни одной хип-хоп радиостанции, например. как минимум вся аудитория всех таксистов и всех пассажиров такси это то, куда можно еще стремиться. Кстати, абсолютный парадокс, который давно уже не был непонятен. хип-хопу может быть ты как все-таки подсчет идите ради индустрии знаешь, почему так? была какая-то попытка я не помню кто-то то ли Толманский то ли кто-то делали Настерфон, которая немножко опередила свое время наверное но уж поверьте это все произойдет потому что частот много идей мало я уверен что в резонте одного года мы это услышим если это кому-то надо вот а с хип-хопом по-моему ну как бы все уже произошло и понятно в какую сторону все будет происходить дальше то есть мы говорим об этом как о чем-то ну как немножко непонятном требующем объяснения до конца состоявшемся но мы видим что олимпийские из музыкантов собирают в последний год только одни люди из хип-хопа и понятно что вслед за Бастой вслед за Тимоти вслед за Оксимироном будет фараон это уже бабки не ходи все это произойдет на наших глазах значит понятно что вместо Крутого и Пригожина будут Блэк Стар и Газбольдер и Блэк Стар в коммерческом смысле хотя ну как бы вот по-человечески мне все это ужасно несимпатично но понятно что в коммерческом смысле они все делают просто изумительно точно то как они ну то есть это как бы с одной стороны хип-хопа с другой стороны постоянные какие-то дуэты с Аней Лорак певицей Натали или этой как ее темниковой с кем-то да вот это выход на какие-то новые аудитории это очень точные удары по подростковой аудитории это огромное количество всякого там мерча и какого-то побочного бизнеса вокруг в общем это прям производит впечатление как это сделано совершенно по-западному хоть мне эта музыка и никуда извините не уперлась вот и это как ну это это стало абсолютнейшим мейнстримом при том что да наверное если мы сейчас вот спросим у людей которые прогуливаются здесь по дорожкам не все знают оксимироны уж тем более группу ЛСП но и наверняка фараона но тем не менее завтра вот эти там 5 миллионов просмотров на ютюбе которые занимают какой-нибудь хип-коповый хит превратятся в 15-25 зал как это сейчас называется туберк грин в 2 господи ето спейс на 4 человек который собирает любой уже маломальский популярный хип-коп в самом деле вот так все это превратится в олимпийский коллаборации с клуб-артистами будет все больше и больше рекламы будет больше участия в кино будет больше и все это не будет ни театра ни кино ни радио будет один сплошной хип-коп вот радоваться этому или нет судить тебе дорогой зритель но кажется этот процесс уже неизбежен и он здесь но кстати что в этом хорошего что какие-то яркие имена яркие идеи как новая странная необычная музыка я имею в виду скриптонета прежде всего они тоже появляются скорее оттуда чем откуда-то еще и если говорить про скриптонета то это не просто ну как бы странная музыка мало на что похожая это еще странная мало на что похожая музыка которую готовы слушать миллионы в отличие от ладно не хочу никого обидеть все это дико например так давайте Артем хотите что-то добычу я хотел сказать что не стоит забывать про Макса Хоржа он как-то туз последний да нет вообще нет сегодня вышел иникс мне кажется после альбома жить в кайф уже не то нет это все это поклев хорошо да значит давайте мы так сказать откроем что как просто короче давайте перейдем к вопросам только у меня та просьба давайте задавать вопросы я хотел добавить да конечно хорошо на самом деле мы ну как-то оптимистично все-таки говорим российской поп-музыке сейчас но мне кажется что на самом деле происходит дичайшая стагнация и если допустим пару лет назад можно было набрать с легкостью список из десятилетних поп-хитов то сейчас это делается сложнее и сложнее то есть как я уже говорил любой поп-музыкант кого ни назови он сковырнешь и окажется что он из украины то есть алексеев потап и настя время и стекло лобота опять же пошлое молли тоже из украины и абсолютно вся поп-музыка она в основном не российская на самом деле и те музыканты что у нас есть они стали какими-то довольно средними то есть Ева Полина выпустила просто нормальную песню и не очень выдающуюся Елена Темникова тоже хиты не ставят но последнее крутое последнее хорошее и я не знаю что должно произойти но вот может быть Улика Бузова станет большой поп-звездой потому что последние ее песни мне кажется они с точки зрения послания они очень важны для русской аудитории но как какое просто что ее лирическая героиня уходит мужчина и чувствует себя свободной то есть нет каких-то плачей по поводу того что нет мне кажется что раньше там было о возможном возвращении и мечты о нем а теперь это освобождение и прочее это примерно как у Бьонсе все-таки послали на гагарина с песней шагай ну он напирает прямо на эту тему гагарина одна песня мне кажется сейчас будет целый альбом но недостаточно должно произойти еще больше поп-музыкантов так мне кажется мы еще приступим название назвали хоть это как бы не суперновая певицу елку потому что по крайней мере сейчас каждая новая песня мне кажется просто как бы шедевром и как-то громче музыку и все там счастье счастье внутри мне кажется вот тоже совершенный образец какой-то красоты в эстраде дайте я тоже плесной эрудиции я бы хотел обратить внимание на такой ряд исполнителей как мод эльван как это там армия коэасти мияги энд эншпиль и как этого беса зовут который с Натали пил Эмсидони 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 то есть это уже некоторая свежая кровь которая идет даже не с запада а с юга вот и заметьте что никакой ксенофобии и такой кавказофобии традиционной для казалось бы для России по крайней мере мы как-то привыкли об этом думать это все не вызывает это все покупается абсолютно на ура то есть еще раз я хотел бы повторить свой тезис что музыка российская сейчас является самой космополитичной самой такой впитывающей себя как губка все влияния самой ну как бы открытой частью популярной культуры в гораздо большей степени чем кино и все остальное значит второй мой тезис да извините по поводу ностальги и хип-хопа в общем тоже мы с Юрой об этом говорили понятно что через 20 лет как будет выглядеть фестиваль нашествия понятно что или там то что придет ему на смену понятно что там будут выступать Баста и Оксимирон просто по-моему уже выступали нашествия совершенно очевидным образом и вот люди будут по 3 дня как бы претерпевать все эти бытовые неудобства ради того чтобы окунуться вот в эту атмосферу своей юности которая будет маркирована именно этими именами никуда уже от этого не деться вот а третий не знаю оптимистический или пессимистический тезис заключается в том что из-за этого расслоения о котором мы говорили в самом начале которое каждый из нас может чувствовать на себе действительно от этого всего легко спрятаться вот вы называете какие-то имена там название песен я половину из них не знаю вот хотя вроде бы как-то еще за чем-то пытаюсь следить и в этом нет решительно никакой проблемы то есть ты буквально там легкой настройкой тех закладок в браузере или своих соцсетей ты формируешь для себя какой-то специальный мир в котором может вообще не быть российской поп-музыки а быть вместо этого там поэтический рок или или французский французский современный авангардный поп или японский нойс или еще какой-нибудь рогатый черт который для большей части людей слушающих музыку будет заведомо незнаком и неинтересен вот и это нормально при всем при том что да эпоха больших звезд да длинный хвост себя не оправдал и так далее и так далее но сейчас самое благоприятное время для всяких личных странностей мани фобий и какого-то выстраивания своего музыкального мира вот и ну да как бы блэкстар вопросов так вот так вот да да пожалуйста пожалуйста большое спасибо что были объективны всю дискуссию хотелось бы хотелось бы объективно объективность по моему ну ладно смотрите вот такой вопрос скорее всего будет несколько сумбурно звучать из двух частей что отличает условно качественную поп-музыку от некачественной почему Эван Дорн считается чем-то хорошим а условно там Потап и Настя чем-то плохим и вот в моем детстве было например стыдно слушать попсу а сейчас группу Грибы слушают все почему группу Грибы не стыдно слушать сейчас ну это же не важно как бы нет тоже поскольку мы не согласны с вами в том что вы были объективны и считаем что есть объективность как бы я отвечу так что ну как бы это невозможно сформулировать да есть какой-то общественный консенсус я кстати не считаю что Потап и Настя что-то стыдное а как бы а уж особенно всякие правительственные проекты типа Время и стекло того же да это как бы вот я помню пару лет назад тот же Виллаж проводил какой-то опрос типа каким могли бы быть русские ГРМи и значит спросили там по нескольким номинациям несколько экспертов часто меня Юру по-моему даже и вас и кого-то еще и по-моему как бы на 13 песни года пять из пяти человек назвали Время и стекло имя любимое мое как бы и прекрасная песня как бы вот и поэтому конкретно там Потап и Настя мне кажется не стыдно слушать вообще ничего не стыдно слушать но просто есть некий общественный фон который что-то как-то определяет который довольно трудно формализовать наверное нужно быть каким-нибудь культурологом мне кажется что то разделение на качественную некачественную музыку на постыдное и не стыдное о котором мы уже говорили но мы говорили о нем в прошедшем времени но на самом деле оно толком никуда не исчезло и просто кто-то из этого разделения ну условно отринул его а кто-то все еще им руководствуется да мне кажется очень важно как раз так то что упомянули Дорн мне кажется как бы вот слоган как бы главного хита Дорна не надо стесняться он в какой-то момент возымел действие и люди перестали стесняться того что они там могут напухаться и включить как бы грибы или Потап и Настя я на самом деле хотел сказать как определить хороший букмузыка или нет есть велик интервью с Михаилом Горшеневым после какого-то концерта по-моему на Максидроме он говорит у него спрашивают а как вот какая музыка вам нравится и он говорит я сейчас попробую нормативно это сформулировать он говорит главное чтобы эта музыка нравилась и вот мне кажется все бог бог формулировок и всего я бы хвально хотел теми же словами сказать то же что говоришь ты есть такой прекраснейший русский фильм под названием еще один год где показана такая новогодняя вечеринка в какой-то модной московской редакции где сначала все такие значит с такими мрачными лицами танцуют по Джо Дивижн вот а потом кто-то говорит так ну все уже вот как-то мы как-то ну все сейчас вот наверное уже время Меладзе вот а дальше наступает еще следующая стадия это время группы руки вверх вот она уже близкая к финалу ну то есть с обществом каким-то слушающим музыку в широком смысле вот примерно это и произошло люди просто себя отпустили не знаю в хорошем или плохом смысле но да вот исчезло какое-то стеснение что если я слушаю Потапа и Настю то меня как-то все будут косо смотреть а может быть я ее слушаю в каком-то ироническом смысле вот или вообще вот это такой писк моей крутизны что ну то есть это это совершенно стало неважным ну как бы слушаешь и слушаешь как бы твое дело ну как бы никто тебя камень за это не бросит это ничего о тебе не говорит давайте дальше давай девушка сначала у меня есть два вопроса первый когда вы обсуждали лейблы и продюсеров вы не упомянули Макс Фадеева в том числе новый рэп лейбл упомянули я упомянули Артем сказал что это очень плохо ну вот плохо да почему он же такой крутой продюсер так много групп сделал а его новый лейбл мирный это просто все ошибаются группа total тоже была не самым песня где по глазам была хорошая ну хорошо да ну как бы у Максу Фадееву были вообще в целом хотя я думаю что надеюсь это не услышит потому что он очень любит когда кто-то говорит что он может ошибаться все могут ошибаться ну типа не площадь как бы человек умеет делать там что-то и может не умеет сделать хип-хоп или что-то или как бы он уже например потерял хватку всяко бывает мне кажется вот как раз главное что человек может потерять хватку и видно что сейчас большие поп-родюсеры которые с 90-х начинали то есть как Матвиенко который подписывает группу Моя Мишель и занимается ими так же и Фадеев идет в хип-хоп и ну просто не получилось вот ну да это как с футбольными тренерами вот кто-то там до 70 лет тренирует а кто-то значит 15 лет тренировал и потом катится вниз по наклонной но талант как бы вещь вполне исчерпаемая бывает да но опять же если вспомнить вот эту книжку про индустрию хитов вот в американской культуре или в стартап культуре шире говоря это вообще не является проблемой ну то есть куда-то двинулись в эту сторону не покатило хорошо отъехали назад научились на своих ошибках двинулись дальше это ну как бы очень такая наша черта говорить в этот момент ой все акил промахнулся все капец совсем как-то потерял чутье ничего хорошего больше не будет нет это тоже совершенно ничего не значит ну да вот видимо как бы хип-хопе это чутье у него ну как бы не так работает как столько серебро ну окей будет какая-то следующая будет новая песня группа серебро так вам отключили микрофон ну вы скажите так примерно что покажите 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 а компетенция а компетенция ну и лиско сидим а то вы сидите высоко в последнее время видеоблогеры очень сильно лезут в музыку как вы считаете какое это вообще влияние на нее возымеет потому что сейчас каждый первый миллионник видеоблогер записывает какой-нибудь рэп-дис или просто песню там хованский записал альбом как вот это вообще может какое влияние возымеет на современную музыку и вообще почему они так делают это отличный вопрос но к сожалению у меня нет на него ответов хотя есть раз в раз но мне кажется что в принципе сейчас меняется сама по себе концепция музыки концепция песни то есть если там 10-15 лет назад максимум что можно было выпустить как треку это клип то сегодня это может быть там в качестве игры или выпущено в качестве приложения не важно и сам по себе трек он становится более ну больше чем трек на основе концепции какой-то и соответственно то что видеоблогерство так начинает вдруг подступаться к музыке это на самом деле такой звоночек из будущего где все это будет на равных и такой самой по себе чистой музыке уже вряд ли будет что-то новое какая-то сущность которая в себя впитает и музыку и вот так мне кажется я честно говоря совершенно противоположное мнение мне кажется это нулевое абсолютно влияние на музыку на индустрию потому что мне кажется что огромное количество блогеров на западе записывают песни они до нас не доходят абсолютно никаким образом по большей части кроме там песни про что говорит леса или какие-то такие вещи которые все-таки вылетают из пузыря но есть куча блогеров которые занимаются именно музыкой на западе там мил сириегой как его зовут но о нем у нас никто не знает и точно так же мне кажется Хованский Ларин и прочее они просто делают что-то в другом для себя жанре но на музыку с точки зрения индустрии это не повлияет как спор я хотел я хотел контраргумент привести о том что я не думаю что Хованский или Ларин это топ видеоблогерство я вообще не хочу сказать что есть видеоблогерство есть музыка и в будущем будет видеоблогерство и музыки я имею ввиду что видеоблогерство отчасти это транслирование трансляция там своей жизни в интернет и другого рода контакт с аудиторией другого рода общение с аудиторией и соответственно конечно музыканты как люди как публичные то есть естественно вот этот вот новый инструмент общения с аудиторией он будет меняться он будет новым и соответственно также будет меняться и дистрибуция треков с поправкой на это с учетом этого вопрос такой Украина Белоруссия у них как мы знаем много сейчас известных исполнителей и Россия в общем слушает проп-музыку из этих стран что нам нужно сделать вот России чтобы у нас произошел такой процесс это вопрос космоса продюсеров или это вопрос наоборот открытости с той стороны вот новый каким-то линиям и в том что у них там на телевидении разрешают проходить такими группам исполнки с интересными песнями это как по-вашему ну смотрите во первых никакой проблемы с этим нет ну то есть кроме того что на украину многих просто не пускают потому что они поддержали там известные события в целом мы как бы все такими музыка из москвы условный как бы метрополии советского союза по-прежнему возиться большим спросом в этом смысле индустриальной надорности как бы нам захватывать украину и так далее вопрос не в этом почему слушаем Дорн допустим коржетом и скажем там Потапа Настю а не российских исполнителей почему там все спортируется ну короче я не знаю я вот тоже как бы вот у Дорна я как бы не с красным разговаривал и в части пытался добиться ответа на это вопрос но мне кажется Юра в какой-то момент написал в принципе там те условия во-первых в России действительно какая-то сложилась олигархия в том числе в искальной индустрии да как бы когда все каналы там дистрибуции были распилены там между ну несколькими там продюсерами да и как бы которые тоже там в какой-то момент ну просто перестали им перестало быть нужно придумывать новые да с одной стороны с другой стороны там как рассказывают вот украинцы просто было там посвободнее с радиоформатами более честная конкуренция туда-сюда как бы и вот собственно такие причины чтобы у нас было сейчас трудно сказать потому что как бы не очень релевантно там понятие продюсера понятие радио вот не знаю что мне кажется что еще не хватает какой-то может быть общность потому что вот есть выбор на мастерская и есть еще какое-то общее ощущение того что украинские поп-музыканты они не только как конкурентов воспринимают друг друга то есть когда у Дудя сидел Дорн он и монатика назвал и других музыкантов и мне кажется что ну вот какая-то именно такая штука что может быть наши поп-звезды они воспринимают друг друга как конкурентов или что-то такое но в первую очередь мне кажется две вещи должны произойти первое нужно перестать называть поп-музыку попсой а второе нужно не думать о том что подумает человек условный слушатель или условный зритель потому что мне кажется что именно эта зажатость в рамке того а как это воспримет аудитория она больше чем на музыкантов из Украины и Беларуси еще уточню просто вопрос маленький вот сейчас был про Джон Сиборг замечательную книжку тоже читал ее фабрика хитов у него говорится что американский американский рынок это фабрика а скажем говорится что еще британский рынок это рынок как бы сонграйтеров тех кто пишет песни в России это рынок вот чего или это комбинация того и того или что преобладает фабрика фабричное создание хитов или вот Адель например сама пишет мне кажется в первую очередь важно что российская поп-музыка такая что это просто рынок ну то есть не рынок кого-либо это рынок в первом его значении когда ты заходишь в какое-то помещение и все вокруг орут предлагают что-то тебе продать или что-то такое то есть это очень разобщенная штука в российской поп-музыке слишком много всего у нас нету школы кого-либо чтобы что-либо продвигать в Швеции есть продюсеры в Британии есть люди которые пишут песни у нас просто есть поп-музыка и мне кажется на этом пока можно ограничиться что она есть слава богу что-то 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 добрый вечер меня зовут Гая спасибо уважаемые президиум за интересную дискуссию я вопрос задам в конце но есть несколько комментариев которые возникли по сути разговора во-первых хотелось бы с точки зрения ностальгии упомянуть Диму Маликова у которого ревайвл и он некое время назад звонил даже спрашивал что с этим делать смысл в том что если кто-то а? что-что? вот результат не-не-не просто был очень крутой момент когда в ВК самопроизвольно возник мем я был на выпускном твоей мамке буду и на твоём вот и это такая история что в целом если бы кто-то ему помог поселить эту волну то он с удовольствием бы это сделал вы знаете это вообще интересная история потому что с Маликовым это просто достигло каких-то невиданных масштабов но вообще это тоже какое-то странное проявление ностальгии когда в звёздах 90-х один за другим начали превращаться в мемы Игорь Николаев мы до сих пор пьём за любовь ну в немножко таком плохом смысле Валерий Силкин не хотелось бы об этом вспоминать но но факт остается фактом да Аллегрова по полной программе вот и да вот это такая как бы ироническая ностальгическая любовь которая проявляется через ну вот все эти картиночки демотиваторы и мемасики Окей если позволите дальше расскажу вам про телевидение поскольку вы его не смотрите значит я смотрю а точно ты смотришь в общем первого сентября по моему официальная дата будет перевыпуск фабрики звёзд ныне на Муз ТВ продюсер Дробыш такая странная прекрасная история одно время кстати да кстати да если честно мне кажется что у Дробыши довольно слабая была фабрика звёзд мне кажется Фадеевская самая сильная а Матвиенко именно с точки зрения звёзд прям всё получилось тут да такой в общем вопрос понятно что у Муз ТВ бюджетов меньше чем у первого канала тут скорее интересно условно говоря я просто песню да я человек который занимается у них аэндары скаутингом еще непосредственно ребят которые уйдут в 16 все прекрасно понимают что Дробыш не самый сильный продюсер при этом Фадеев в стимоте создают свой проект песни на ТНТ прямо сейчас но мы много говорили о том что когда когда возникла фабрика тогда 15 лет назад что мэтры и завсегдаты новогодних огоньков были страшно недовольны тем что пришла новая кровь и придётся делиться с корпоративами и в общем то на первом канале выходил фильм фабрика звёзд десять лет спустя все были в шоке насколько там много людей про которых мы забыли что они с фабрики помимо Тимати и Полины Гагарина и Дубцовой и паршюты из карауловой которых мы даже забыли что они существовали вот смысл в том что есть определённый такой некий запрос на то чтобы эту кровь обновить непонятно получится ли это у Валерия Яковлевича но как раз возникает проблема того что дробуш песен не напишет поэтому ищут ребят которые пишут материал себе сами но непонятно дадут ли им возможность эти песни петь что с ними будет дальше дадут ли им радиоэфиры чтобы эти песни звучали и как раз безумно интересный момент с точки зрения того что случится будет ли какая-то унификация интернета и телевидения сможет ли МСТВ вообще с этой фабрики чего-либо добиться давайте есть вопрос просто а то наверное ещё люди есть как-то им обидно будет не задать очень интересно правда но просто окей да собственно вопрос давайте так сформулируем как вы думаете что может принести эта фабрика с учётом всех водных которые есть что нужно было бы фабрике сделать для того чтобы из этого вышел какой-то толк Гая простите я очень боюсь вас расстроить я не буду отвечать на этот вопрос но если у голоса с его рейтингами окей с неоригинальным репертуаром но в общем так с довольно большими вложениями и усилиями так и не удалось создать ни одного нового какого-то полноценного артиста вот то ну я прям не знаю это будет большим чудом я конечно желаю всем огромного успеха но это будет большим чудом если из этого действительно появятся новые какие-то Тимати Гагарина и линских гугли год ну мне кажется что как раз рассказ о том что люди которые будут сами писать песни но не факт что они эти песни смогут исполнить это как раз показывает в каком замкнутом круге российская поп-музыка сейчас находится и что то все это должно быть как-то видоизменено если не разрушено разрушено это не может быть поэтому как-то видоизменено и все будет ли или нет ну как в анекдоте 50 на 50 либо да либо нет здравствуйте меня зовут Филипп я даже конспект большой приготовил у меня есть небольшое лингвистическое объяснение почему украинские артисты у нас в основу украинские поп-артисты я попрошу вас его прокомментировать может согласитесь может не согласитесь на мой взгляд это язык потому что украинцы владеют либо русским как неродным либо у них либо они билинговые и для того чтобы создать боб-хит нужна прежде всего какая-то качевая мелодия и не обязательно для этого владеть языком те же квест-пистолс они танцорами начинали вот но тоже кроме того нужны какие-то цепляющие слова хуки и на мой взгляд российская песенная традиция вот не предполагает такого это в основном русский рок в них в нем текст совершенно не связан с музыкой и если отделить текст от музыки получится просто какие-то посредственные стихи если читать Ильи Корминцева получится превосходные стихи вот а если взять украинскую поп-музыку на мой взгляд там русский язык ограничен несерьезен у тех же грибов ты сама мне позвонишь например вот и от этого получаются какие-то несерьезные но очень цепляющие лирикс как вы можете на это ответить? он звонит мне домой когда тебя рядом нет ты звонишь мне домой когда его рядом нет группа руки вверх да то есть все руки вверх они еще давно поняли то есть значит ли это что русским поп-арктистам тоже нужно как-то отстраниться от этой песенной традиции и быть ироничными несерьезными мне кажется им нужно не отстраниться от песенных традиций а от стихотворных традиций то есть вы сами сказали о том что стихи и прочее и просто нужно понимать песню как песню а не как стихи под музыку но на самом деле мне кажется уже давно никто так не делает То есть я не думаю, что Нюша считает свои песни стихами в текстовом плане. Я еще год про Дорна и про Моназика и про всю эту волну что подумал. Что это довольно редкий случай, когда текст построен очень часто на какой-то чистой фонетике. То есть это слова, которые вообще не очень понятно, что значит как слова, но звуки, которые издает артист, они как-то превращаются в какой-то самостоятельный, очень совпадающий с музыкой, какой-то гармонический ряд. Я не знаю, кто в России обладает этим талантом. Не знаю, как ни парадоксально, может быть группа аукцион. Когда какие-то камлания происходят. А вот здесь эти камлания, они положены еще на какую-то поп-основу. И это действительно то, чего в «Русской Повсе» мало кто делает. С точки зрения фонетики очень хорошо работает группа «Каспийский груз». На самом деле. Это сложно ответить. И всего остального тоже. Да, это правда. Нет, я могу так подкрепить, что как известно, песня «Мишка Беновин» изначально в припеве было что-то там «Wish». Что-то на английском. I wish I could know. И просто песня была по сути очень редко на английском. И просто потом, потому что надо, в «Ваниле» перевел. Круто. Это известная история, как Набоков пытался фонетически перевести стихотворение Акуджавы. «When that true batch, true batch, outposts the riot». Когда true batch, outposts the riot. Он хотел перевести его на английский так, чтобы сохранялось звучание русских слов. И вот это абсолютно то же самое. Но он и с прошлой стойался. «Posh last». Давай дальше. Спасибо за дискуссию. Вопрос такой маленький. Есть платформа SoundCloud, которая пользуется популярностью на Западе у независимых исполнителей. То есть, условно, человек может себе в комнате записать трек, поднять его в топ. Люди собирают тысячи лайков, даже сотни тысяч. Вопрос такой. Есть ли в этой платформе какое-либо будущее в России? Потому что единственная группа, которая, как я знаю, выкладывает свои треки российские, это прут. Короткий вопрос, короткий ответ нет, потому что есть ВКонтакте. Честно говоря, сегодня я как раз зашел на SoundCloud Сосоку в Леошвиле, и он существует. И я могу сказать, что это не единственные люди, которые выкладываются на SoundCloud. То есть, на самом деле, SoundCloud есть у многих. И, как выяснилось недавно, у поп-музыкантов именно поп тоже. Но вообще, независимо, музыканты так делают, грибы так делают, так делают, не знаю, группа не твое дело, так делают кто угодно. Но и ВКонтакте, конечно, тоже. Ну да, просто ВКонтакте гораздо больно, как бы это социальная среда, в которой ты музыку же привычит существовать, распространяться и так далее. Ну да, многие, как Артём правильно подметил, грибы выложили альбом на SoundCloud, типа, ну так, не важно. Одновременно там и там. И на самом деле, мне кажется, все, у кого есть какие-то тандиции на Западе, да, особенно там электронные музыканты, не знаю, олигарх там и туда-сюда, как бы это уже, наверное, не вопрос о популярной музыке, но, конечно же, они выкладывают там именно потому, что, ну, чтобы, как бы это попадало в Западный имейте, те же самые, это, знаете, Кеннер и Иванский, какой-то, так далее. Так, еще вопрос есть? Здравствуйте, я был на фестивале Больга, хотел найти какую-то новую гитарную группу, не нашел. Вот, и я заметил, что все в основном костят под Joy Division. Почему такая тенденция, как вы думаете? Так, вот, я говорю, ну, я-то из-за чего я... Нет, у меня вопрос, а вы в этом году были? Да. А скажи, вы во сколько пришли, я бы так сказал? Я пришел рано, я был в окружении каких-то полупьяных подростков сначала, потом уже более приличные люди пришли. Это фестиваль для полупьяных подростков? Да, да, и там электронные еще более-менее, там есть что-то интересное, андеграундное, а рок-исполнитель, ну, просто с гитарами, они просто вот по Joy Division косят. Пошлую моллю, вы слышали, они косят по Joy Division. Как-то, ну, как-то прям есть отдельная сцена, где вот все выходили и играли примерно одинаково, вот, просто вот Joy Division и все. Ну, во-первых, короче, значит, я скажу, мне кажется, это не так, да, был действительно довольно там некоторая волна русских групп, которые косили, ну, скорее, просто это время, два дня назад, было дискуссировано про это, у меня же сестерка Казаряна, но, которые косили даже не столько по Joy Division, это некоторые ленивые ассоциации, сколько там, и даже не столько по группу кино, сколько под источники вдохновения, в смысле группы кино, там, условно, французский, голлдвей какой-нибудь, вот. Но, конечно, этим все не ограничивается, там, в этом же году на фестивале более была игру «Пошлая моллю», которая, ну, как бы, наверное, там, довольно легко понять, как бы тоже провести какие-то аналоги от группы наркотиков, группы, не знаю, в спринг, кого угодно, но, тем не менее, совсем другую музыку играли, там, группа шорт-шорт, Шорт-Перрис, Шорт-Парида, которая, ну, как бы, вообще, мне там, мне лично не очень нравится, но аналоги, ведь и довольно трудно. Это, в общем, довольно, как бы, уникальная штука, особенно, совершенно никакого сценического, значит, репрезентации. Поэтому, мне кажется, это очень, как бы, довольно лидивый, что все играют в «Держи Вижне», я вас слышал уже, там, 10 лет назад, и здесь это тоже было не так. Нет, вообще, конечно, все сложнее, вот, но нельзя отрицать, вот, и в этой связи, давайте смотреть правде в глаза, в этой связи, конечно, интересно, вот, как во времени и в культуре развиваются репутации тех или иных артистов, потому что я прекрасно помню еще время, когда, ну, там, конец 80-х, золотая эпоха русского рока, альбомам группы Joy Division 10 лет, они нафиг никому не нужны. Ну, просто это какая-то музыка для каких-то совсем уже рогатых отморозков, вот, каких-то подъемных, очень эстетских, очень специальных людей, вот, зато вот Дорс, например, вот Дорс, это, это да, это влияет на все, вот, и проходит время, оказывается, что Joy Division, это, ну, как бы, вдруг, почему-то самая релевантная группа для людей, немного за 20, которые, там, пытаются на гитарах что-то сделать, ну, даже уходя потом к другим каким-то источникам, вот, как оно так происходит, и я совершенно не исключаю, кстати, со всеми этими колдвейбами, колдвейбами, та же же история произошла, и музыка совершенно маргинальная, которая 20 лет лежала где-то в секонд-хенд пластиночных магазинах, вот, и потом как-то пац, из-за деятельности нескольких лейбов, не просто из-за YouTube, куда все-то выкладывали старые клипы, а вдруг это оказалось какая-то моднейшая вещь, вот. Вот так, причем люди в мир, что могу сказать? А еще, вы знаете, я должен идти, к сожалению, простите. Вот, я вот так оставлю, да, оставлю коллег договаривать, вот, и спасибо вам большое. На самом деле, Joy Division, ну, то есть я понимаю, откуда могут взяться такие мысли, потому что так вот поет русский человек с гитарой, он поет отрешенно. Шесть лет назад я со знакомой из Швеции сходил на маленькие концерты группы «Самое большое, простое число», и она спросила меня, почему этот человек поет просто как обычный русский человек, и я не нашел, что ответить, но вот, видимо, на фестивале «Боль» все поют, как обычные русские люди, а обычные русские люди поют, как Янки Артис. Все. Еще есть вопросы? А может быть, вот все, Юрий, как и самое интересное, смейся. Нет, кто-то еще есть? Ну, давайте, да, еще парочку. Давайте, да. Спасибо большое. У меня, скорее, не вопрос, а реплика, вот, коротенчик. Хорошо, говорили, ну, я просто просил, чтобы вы чуть-чуть порассуждали еще. А говорили про вот поп-музыку 90-х, которая внезапно там стала нестыдной, которую стала слушать молодежь, и, как бы, мне кажется, это закономерный процесс, потому что там люди, которые родились, как я, в 93-94 году, они там, в 2009, скажем, слушали «Мотораму» или «Тесла Боя», вот, а потом стало скучно, просили, а что они все по-английски поют, захотелось чего-то нового, захотелось как-то к корням припасть. А современных дорожких групп не было, на самом деле, которые пели бы по-русски актуальных таких? Не были. Наркотики. По-другому родфит, наркотики, там, туда-сюда. Ну, третью назовите. Слушайте, я писал про все эти крутователи, будем вдаваться. Я думаю, каждый здесь назовет еще по десятку. Ну, ладно, как бы, мы сейчас... Да, конечно. Вот, а произошло это, вы говорили отчасти, про ностальгию, это верно, но верно только отчасти, потому что сначала идет ностальгия, ты вспоминаешь, как в 4 года видел певца Шуру по телевизору, вот, а потом ты начинаешь открывать какие-то более глубокие пласты, менее общие вещи, ты доходишь там, ну, и группу кино ты там слушал, в 8 классе, и от группы кино ты там доходишь до, не знаю, курного влияния, например, и... А потом ты берешь гитару и что-то делаешь, и появляешься на фестивале Боли. Вот примерно вот так это все происходит. То есть мы из какой группы? Я не из группы. Ну, ладно, просто посвучало так. Ну, я буду через некоторое время. Вот. И что хотел сказать-то? Да, вот чему ведете-то, собственно, все верно, мне кажется. Ну, я веду к тому, что ностальгия – это вот первый такой катализатор, а дальше ты идешь, копаешь, и ты не то чтобы ностальгически или эрамически это все воспринимаешь, воспринимаешь как целое. Ну, это просто, мне кажется, как бы, часть, мне кажется, очень правильно говорить, часть просто процесса, поиск собственной идентичности, да? После того, как ты как-то устроил его, это вообще можно, да? Ну, она началась в последний, там, вот, не знаю, с 2010 года, когда уже, там, 17 лет исполнилось поколению, которая родилась там. Ну, наверное, да. Ну, плюс к тому, как бы, тоже, ну, и правда, вот тоже два дня назад мы все это обсуждали с, собственно, организателем фестиваля Львова Степки Заряна, мне кажется, просто какое-то это произошло возвращение к себе, да, как бы, и непонимание того, что все-таки, как бы, условно, там, Россия не вполне, там, часть Европы, да, как бы, и не получится у нас тут создать такое вот, как бы, даже не гекту, а уже просто европейское пространство, да, как бы, где бы все как в Лондоне, и что у нас все-таки по-другому, и пошел, как бы, поиск собственных корней, который выразился и в появлении, новых групп, которые поют на русском и, как бы, питаются чем-то, там, странным и удивительным, и в том, что, собственно, те группы, которые пели на английском, господи, 8 лет назад, в большинстве своем, тоже, как бы, уже теперь поют по-русски. Ну, да, не «Воторама», а «Утран», например. Ну, да, «Утран», ну, как бы, «Воторама» осталась, но там, не знаю, вот эта группа «Ман Айленд», да, которые, ну, казалось бы, были такие совсем, они перешли на русский недавно, да, хотя, казалось бы, были совсем такие вот, ну, как бы, хипстеры, хипстеры, вот. Ужасное слово, как бы, ну, я, как кличку, да, хотя, ну, как бы, там, неважно, просто, ну, они все оказались такими вот совсем западными, мы тоже перешли, и, как бы, все еще в корне, ну, да, не знаю, есть в кого-то, или это? Да, я хотел добавить, что, в принципе, я пытался сказать, но по-другому, что вот ты начинаешь слушать гостей из будущего, что понимаешь, что Витлийская была отличная певица, а потом появляется Иван Дорн, и ты думаешь, это тоже классно. То есть с российской русскоязычной поп-музыкой произошло примерно то же самое. И благодаря копанию вглубь мы поняли, что те артисты новые, которые возникают вокруг нас, они лучше, и те артисты, которые вокруг нас появились, они сами становятся лучше, потому что они тоже копали вглубь, и они для себя что-то поняли. Ну, и вот именно про то, что, как вот, как вот, как вот, взгляд снизу, про 20-ти с чем-то летних людей. Так вот, давайте мне тут не дарятся, что они в поливе, если у кого-то еще попробуются, а то нам уже, вероятно, пора заканчивать. Вот там у молодого человека в майке. Здравствуйте, спасибо за это. Спасибо. Хотелось бы спросить ваше видение дальнейшей дистрибьюции музыки. Вот отдельно начинали разговаривать про YouTube, ну, может быть, как-то подробнее об этом расскажете, даже не про сам YouTube, я не знаю, может быть, вы видите там дальше развитие, ну, окей, не SoundCloud, там, Яндекс.Музыка или ВКонтакте, или там еще что-то, какие-то там горизонты вы видите, и как это подробнее? Ну, я лишь не вижу никаких горизонтов, и, честно говоря, я вот недавно прочитал книжку Стимена Уитта «Музыка стала свободной», где прекрасно описывается, как, собственно, музыкальная индустрия всю дорогу не видел вообще никаких горизонтов, и только вот в какой-то момент один 70-летний чувак с лейбла Universal как бы придумал, что, оказывается, музыку на YouTube можно монетизировать, и так двигался канал VEVA, и, собственно, благодаря ему теперь видеоблоги разрабатывают, мне кажется, тоже миллионы. Поэтому, мне кажется, стремится с чем он сейчас все лучше, чем когда-либо в целом. Вот, поэтому я даже затрудняюсь придумать, какое будущее тут может быть, ну, разве что как-то уже в голову там какой-нибудь чип, значит, который будет транслировать концерт прямо вот, можно уже не ездить никуда, группа играет в студии, а все сразу тут как бы гугл очки там и разве что звучит как бред, но другой стороны, почему нет, в принципе, вполне, там, виртуальная реальность, например, вот как бы все сейчас сходят с ума по этому поводу совершенно в Америке, там, в применении в журналистике, кино, можно представить себе, как она и к музыке применится. Не знаю, довольно супер на ответ, извините. Мне кажется, просто все уже классно придумано, и все маргинальные вещи, они остаются маргинальным, поэтому, не знаю, продавать через магазин сотовых свой альбом или что-нибудь такое, а есть Apple Music, есть Google Play, есть YouTube, есть все еще сарафанное радио, есть обычное радио, есть телевизор, все это работает для разных слоев, работает отлично, и поэтому, не знаю, мне кажется, революция уже случилась с стриминг-сервисами, поэтому зачем ждать новой? Ну, вот я бы как раз не стал так говорить, потому что мне кажется, что как бы ровно всю дорогу, когда все сидели, думали, что все, почти как по актийской революции случилось, у нас теперь нормальные качества ВОУ, как бы происходило что-то, там, потом все думали, ну, что все, сейчас будем продавать МП-3, приходил стриминг, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому я бы не стал так самолетийно. Я просто говорил про ближайшее будущее, то есть не про следующие 10 лет, а что в ближайшее, мне кажется, ну, года 3, я не буду говорить даже 5 лет, в ближайшее года 3 ничего не произойдет, мне кажется. Мне, если честно, мне наоборот кажется, что нас ждет какой-то большой скачок в плане продвижения и дистрибуции музыки, и в каком-то смысле мне кажется, что платформа ВКонтакте – это пример того, как в будущем, в принципе, будет устроено во всем мире больше общение, как бы, контакт музыканта и слушателя, потому что это одна платформа, где на одной платформе собирается слушатель, музыкант, журналист, лейбл – это все происходит вот в рамках одной стриминговой платформы, по сути. И то, что сейчас там есть Apple Music, окей, ему там 2 года, но я за последний год наслышал кучу музыки в Apple Music, и он почему-то до сих пор не может мне посоветовать, что послушать нормально, да, то есть при том, что у них есть супер статистика. Это еще один способ, как можно дистрибутировать музыку. И мне кажется, что в ближайшие прям несколько лет появится какой-то совершенно новый способ на основе там стриминга, на основе ВКонтакте, который сильно облегчит нам всем жизнь в плане доступа к музыке, и журналисты, музыканты и слушатели, они встроятся в какой-то новый мир. Облегчение сложили, потому что я помню, что совсем недавно была очень странная история с тем, что Spotify обвинили в том, что они как бы добавляют в какие-то свои плейлисты, там, Discovery или чего-то лучшего, группы, которые они типа сами придумали и записали, да, чтобы не платить royalty. Вот, это тоже как бы любопытно, как изменят вот все эти как бы попытки, там, заработать на музыке или отчислять меньше и так далее, значит, вот эта вся история. Со стриминга, потому что вот такие вещи уже произошли. Или там роботы пишут музыку, да, ну, как бы пока это все скорее смехотворно, да, там, ха-ха-ха, притома линейра сеть, которая, значит, песни Егор Летова пишет, ну, как бы это все не с помощью совершенно. Но допустить, что там, какой-то медмашина может начать писать интересную музыку, почему нет, в общем, как бы может. Я просто хочу сказать, что новость была в том, что там какие-то для расслабления были коэлисты, то есть часть музыки, она просто станет отмирающей, музыка, условно, там, чел-аут или что-нибудь такое, да, вот ее будут писать роботы, а что-нибудь поинтереснее все еще станет за человеком. Ну что, ну пора заканчивать или что? Есть еще вопросы? Вот последний вопрос. Вот девушка там очень-очень. Здравствуйте, у меня вопрос, который, наверное, меня уже давно мучает. Если включить телевизор и попасть на какой-то концерт, творческий вечер, юбилей, больше половины артистов или даже все артисты поют под финограмму, как правило. Или некоторые пытаются петь вживую. Вот. И хотел спросить, будет ли что-то меняться вот в этом плане, то есть будут ли артисты стараться больше петь вживую, а не под плюс. Мне кажется, сейчас это какие-то, как бы, отмирающие правила, собственно, телека, где, как бы, в какой-то момент, собственно, в начале 90-х, насколько вот, жаль, что Юра, он ушел, он был бы лучше прокомментировать. Вот, как понималось, в начале 90-х были всегда огромные проблемы, там, с техникой и со всем прочим. Это просто стало, как бы, индустриальный стандам, потому что, если ты показываешь концерт по телевизору, как бы, у тебя не может, там, грубо говоря, включиться усилитель, там, в середине песни. Это просто будет, ну, как бы, катастрофой для съемки и так далее. Вот, насколько мне известно, ну, там, ну, вот, люди, которые мы обсуждали сегодня, они поют живьем. Я, вот, не все, впрочем, недавно я случайно смотрел какой-то Европа Плюс что-то фестиваль 16-го года. Как раз выступала Елена Караулова, я заметил, что она поет под филограмму. Но, в сущности, ну, как бы... Ура! Вот видите, какой прогресс, уже живьем. Но, в сущности... А? Бузова, говорю. Бузова живьем поет, видите, какой уже. Но, в целом, мне кажется, это какая-то ложная, на самом деле, дихотомия, да, как бы... Главное, чтобы это кончало в сущности, ну, вот, опять же, это реально реминисцент с того, что мы два дня назад обсуждали. Вот, как бы, на фестивале «Пой» выступал тот же самый рэпер Хаски, который мы вчера обсуждали. Как бы и выступление рэпер Хаски. Включается в компьютере «Минус», как бы Хаски что-то читает, четыре человека просто прыгают по сцене, значит, еще там, ну, не знаю, в 600 человек прыгают под сценой. Ну, как бы, он, там, читает, ну, там, не знаю, ну, там, две трети, как бы, этих текстов он, наверное, читает. Остальное за него люди подпевают. И это, как бы, ну, так, мне было очень хорошо на этом концерте, хотя, как бы сказать, что там происходил процесс музицирования, там, на игры на цепях нельзя. Довольно много групп на этом фестивале выступали так, просто, как бы, включается playback, и под него там кто-то поет или читает. Ну, и ладно, как бы, если это работает, то и хорошо. Если, условно говоря, у там поп-исполнителя важнее хореография, да, какая-то, когда ему надо, там, наклониться и подпрыгнуть туда сам, и он не может еще, видите, вот так вот делать, как бы, то, пожалуйста, пусть будет фотографа. По-моему, практически все зарубежные артисты тоже, как бы, там есть, как минимум, playback, да, как бы, чтобы, если вдруг сдыхалка сбилась, и это все играло. Я не вижу эти проблемы, если честно. А вот есть, допустим, пример Дрейк, который просто непоет на концертах припевы. Он предпочитает в это время как расслабиться от того, что он все это время читал, и припев идет с его голосом. В это время он не поет, и все 3000 человек, которые пришли на него, рады. Просто говорили сегодня про голос, и мне кажется, что во многом как раз и залог популярности этого шоу в том, что там всегда поют вживую, всегда. Сейчас вот было шоу, по-моему, «Красная звезда», где музыканты принципиально пели не под фонограмму, и мне кажется, оно все-таки не было супер популярным, в отличие от голоса. То есть это какое-то средоотношение нескольких сразу факторов, среди которых отсутствие исполнения под фонограмму не было, возможно, даже влияющим? Мне кажется, у некоторого поколения, это поколение, например, у моих родителей, может быть, чуть помладше, есть какая-то травма на тему того, что условно, вот в наши времена в Сибири живьем, а теперь пофотограмму старпить, но мне кажется, вот у будущего поколения ее нет вообще. Вот, то есть, главное, чтобы качало, а уж кто там на кнопочки нажимает, не важно. Я вот был, например, на фестивале Примавера, это, конечно, может, не другая музыка, я был на ансете Флайн Лотуса, такой важный электрончик, как бы. Значит, что происходит? Ну, как бы, есть экран, какой-то очень красивый проекции, есть очень красивая музыка, стоит человек с компьютером. Ну, как бы, я вот специально довольно пристально присматривался, мне было, что он ничего не делал, как бы, потому что просто нажимал, как бы, ну, какую-то секвенцию, да. Лазбор просто писал некий микс классный, и он играл, как бы, громко, с качественным звуком, все пристали, очень красивое видео, всем хорошо. Не вижу проблемы, да. А, там, один до этого, аффикс твин, что-то пугал, там, живьем, но это было, как бы, ну, там, на мой взгляд, довольно неубедительно. Ну, хотя, вот, некоторым очень понравилось. Тоже, как бы, работает. Ну, то есть, в этом смысле, мне кажется, какие-то, вот, тоже не надо стесняться, да, какие-то стереотипы того, что, вот, есть человек, там, живьем, поет, так это сразу лучше, чем еще поет, не живьем. Да, не обязательно, мне кажется. Нет, некоторым лучше петь по сфинограмму, я согласна. Да, вот, и некоторые, может быть, и плохо поют в каком-то представлении музыкальной науке об этом, а это все равно хорошо работает. Вот. Я хотел добавить, что, ну, вот, и Дельфестиваля, они построены на том, что музыканты сделали присведенные миксы, и делают вид, что они крутят какие-то ручки, но, на самом деле, они не делают ничего. Огромные толпы на 20 тысяч человек просто в восторге от этого. И, мне кажется, главный вопрос, стоит ли это показывать по телевизору, то есть, с чего мы начали. Наверное, не стоит, но надо же как-то чем-то сетку заполнять программную. Можно и показать, не знаю, чей-нибудь концерт 25 лет творческой деятельности. Почему нет? Я, собственно, не помню, в какой-то книжке была история про то, как Дафт Панк какой-то момент по многому придумали эстетику по современной идее, потому что, как бы, была группа, которая, ну, в общем, дико популярна, надо как-то выступать, но что делать, непонятно, да, потому что, ну, как бы, все мысли, что группа Дафт Панк не очень много чего не могут делать на сцене. Тем более они в шлемах, да, ну, то есть, как бы, даже рот не открываешь. Вот, и они придумали вот эту пирамиду, которая имела просто невероятный успех, и, собственно, после этого, как бы, во многом, вот, какая большая неторная музыка строится вообще через сценографию, да, типа, там, этот Дэд Маус, как бы, как бы, важно, что это огромное вот это вот силуэт мышинной головы, значит, который сильно очень живописен, и какое-то тоже видео, вот, а, ну, как бы, человек, который вполне искренне, написал прекрасный монолог какой-то, потому что, как бы, да, мы все нажимаем на кнопку. Ну, извините, ребят, как бы, но многим нравится, вот. Все, да, пора закончить, кажется. Вот, спасибо большое, что пришли, поздравляю вас с Днем ВДВ, слушайте поэтический рок, всего доброго. Я же говорю, слушайте поэтический рок.